На Сахалине выявляют лучших волейболистов среди юношей и девушек. Для этого в островной столице стартовал областной чемпионат. Турнир собрал 13 команд из пяти городов и поселков. По его результатам в регионе сформируют сборную Сахалинской области. Тему продолжит мой коллега. Жребий, определивший команде «Изумруд» игру вторым запуском, дает лишние минуты на разминку. На областном чемпионате коллектив в списке фаворитов. В его составе сразу две девушки, знакомые со взрослым волейболом не понаслышке. Таисия Дробышева и Дарья Туркина, несмотря на юный возраст, уже сыграли в высшей лиге А. В команду второго по силе дивизиона страны девушки попали в конце прошлого года. Да, девочки постоянно дают советы, если что-нибудь не получается. Все добрые, отзывчивые, всегда помогут. Очень приятно с ними играть. Главное играть с азартом, не волноваться. И не знать, что у тебя все получится. Девушки занимаются под руководством Марины Борисовны Захаровой. На областном турнире в соперниках у ее подопечных пять команд. Две из них также представляют Южно-Сахалинскую спортшколу. Конкуренция за место в составе высокая. Специалист отмечает, внимание на островитянок обращают не только дома. Клуб Одинцова, они просили в конце прошлого сезона, 2009 год девочек у нас. У них, я не знаю, у них, наверное, то ли молодежная там команда. Но предметно потом мы не стали разговаривать, потому что наладили отношения со своим клубом. И, конечно, предпочтительнее, чтобы девочки оставались у нас дома здесь. На областном чемпионате девушки сревнуются по округовой системе. Каждый играет с каждым. Запутаннее ситуация в части юношей. Для них турнирный путь разделен на групповые этапы и плей-офф, начиная с полуфинальной стадии. За выход в нее борются четыре коллектива Южно-Сахалинской спортшколы, а также ребята из Корсакова, Тымовского и Углегорска. Приехать не смогли волейболисты из Пуранайска, Ноглик и Ахи. Достаточно хорошая команда в Шахтерске, давно уже играет. Достаточно хорошая команда в Углегорске, мальчики, которые тоже являются, многие из них являются членами сборной Сахалинской области. Поэтому тяжело судить. Но я думаю, что все-таки борьба среди четырех команд будет у мальчиков и также и у девочек. Для женской части турнира ориентиром для развития остается профессиональная команда Сахалина. Она проводит первый за три года сезон Высшей Лиги А. Зимой коллектив набрал приличную игровую форму и идет в пятерки лидеров. Безусловно, мы хотим, чтобы команда играла в Суперлиге А. Сейчас хорошее пока место в турнирной таблице. Но по итогам сезона будет принято решение руководством области совместно с клубом о дальнейших целях. Возможно, да, и будет участие в более сильном дивизионе. Проявить себя волейболисты могут до 4 февраля. В этот день будут подводить итоги чемпионата области. По его результатам составит региональную сборную. Она представит Сахалин на дальневосточном турнире. Влад Французов, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин. Сонс ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова